Экономика ЕАЭС должна нацелиться на дедолларизацию. В первую очередь это касается топливно-энергетических и сырьевых товаров. Об этом заявил на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министра Беларуси Сергей Румас. В условиях пандемии важно создать общую политику в сферах промышленности и агропрома программ импортозамещения, а также быть готовым оперативно решать вопросы, которые ранее в комфортных условиях оставляли на потом, считает премьер. На следующей неделе в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19 договорились обсудить главы стран ЕАЭС, в том числе работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период. Запрет на посещение лесов действует уже в 52 районах Беларуси. Пока ограничений нет только в Витебской области. Причина временных ограничений – высокий класс пожарной опасности. Стоит сухая погода. Огонь вспыхивает от малейшей искры. При этом основной причиной возгораний по-прежнему является человеческий фактор. Только за минувшие сутки в стране при выжигании травы травмы получили четыре человека. Они могут быть привлечены к ответственности. Национальный художественный музей Беларуси вошел в топ-5 музеев СНГ. Рейтинг самых популярных учреждений изобразительных искусств в государствах Содружества, популярных для посещений и онлайн-туров, составил портал Турстат. Первые три места заняли Третьяковская галерея и Пушкинский музей Москвы, а также Русский музей в Санкт-Петербурге. Замыкает пятерку Государственный музей искусств Казахстана в Алматы.